28 января в Российском Центре Науки и Культуры в Праге состоялась очередная конференция российских соотечественников, проживающих в Чешской Республике. Темой конференции стала преемственность поколений и перспективы развития молодежного движения соотечественников в Чехии. Молодежное направление становится приоритетной сферой работы Координационных Советов Российских Соотечественников во многих странах мира. Председатель правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом, министр иностранных дел России Сергей Викторович Лавров, выступая на Всемирной тематической конференции «Столетие русской революции. Единение ради будущего», отметил, что за последний год под эгидой комиссии прошло более 20 молодежных мероприятий различного уровня и предложил создать новую современную структуру, направленную на консолидацию молодой части зарубежного русского мира, международную сеть молодых соотечественников. Российская диаспора в Чехии активно подключилась к этой работе. Поддержка соотечественников за рубежом является одним из главных приоритетов и направлений деятельности Федерального агентства «Россотрудничество» и его представительства в Чехии. Позади еще один непростой год. Год, наполненный нашими с вами большими и малыми делами. Сделано и делается немало для поддержки и популяризации русского языка, российской культуры, оживления и сохранения традиций, расширения и укрепления гуманитарных связей России и Чехии. Все активнее и активнее участвуют в этих мероприятиях, процессах молодые соотечественники, русскоязычные молодежи. Объединения соотечественников существуют по всему миру и работают над решением общих задач и вопросов. Мы особенно благодарны молодым соотечественникам за активное участие в ряде таких важных мероприятий, как подготовка, посвященных Дню Победы, Великой Отечественной войне, акциях, таких как «Бессмертный пол», «Георгиевская ленточка», по уходу за памятником, захоронение российских советских воинов. И я должен сказать, что очень интересные инициативы приходят именно по этим направлениям. Одним из важных направлений конференции стал вопрос коммуникации, поиска общего языка представителями разных поколений. Молодежь достаточно часто говорит о некой информационной закрытости координационных советов, о том, что недостаточно информации соотечественников у координационных советов. Старшее поколение, в свою очередь, когда я задаю вопрос о привлечении молодежи в движение, отвечает следующим образом. Вы знаете, а зачастую молодежь не очень понимает, и она должна сама для себя это определить. А зачем ей это надо? Организаторам конференции действительно удалось привлечь к диалогу заинтересованных людей. На встрече присутствовали школьники, студенты, члены молодежных общественных организаций, авторы инновационных проектов, руководители русскоязычных школ и молодежных театров. Я уже сказала, что в регионах, во всех общественных организациях молодежь очень активна. А если даже не является членом координационного совета, какое-то молодежное объединение, оно, тем не менее, нашло центр вот в этом замечательном здании. Сегодня много говорили замечательных слов в адрес Леонида Анатольевича Гамзы. Я еще раз хочу поблагодарить, потому что эти пять лет, благодаря ему, российский центр стал именно тем центром притяжения для молодых, в первую очередь. Хотя говорили, что очень много соотечественников, но позвольте себе заметить еще раз, это очень много детей, очень много старшеклассников и очень много студентов и молодежи. По ходу мероприятия наиболее активным и отличившимся соотечественникам были вручены официальные благодарности от посольства России и представительства Россотрудничества в Чехии. А также состоялось награждение медалями за верность слову и делу имени Александра Сергеевича Пушкина. В нынешнем году нам всем предстоит много работы. Важнейшим событием года в нашей стране станут выборы президента Российской Федерации, которые пройдут 18 марта. Рассчитываю, что, как и в прошлом, вы примете в них активное участие. Центральное событие в жизни общественных организаций – шестой всемирный конгресс российских соотечественников осенью текущего года в Москве. Надеюсь, что Координационному совету соотечественников в Чехии, который я поздравляю с приближающейся десятилетия и годовщиной создания, удастся направить на конгресс достойную делегацию и внести весомый вклад в его работу. Завершилась конференция российских соотечественников в Чехии, концертом в котором приняли участие ученики вокальных студий, театральных мастерских и студенты Пражской консерватории. Российский центр науки и культуры в Праге. Субтитры создавал DimaTorzok